МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сьогодні у Гомелі стартує хоккейный турнір Кубок Дружбы з уделом хоккейных юнійоркских сборных в Беларусі, Германии, Дании и Словакії. А зараз абгэтым іншим больш падрабязна. Контракты на поставку продукции на 12 млн доларов подписали представники предприємства Гомельской области подчас международного инвестфоруму «Эртис Инвест-2016», який прайшов у казахстанскім Пауладары. Говор кайде про поставки мясомолочной продукции, а так само мэблі Гомельдрэл. А кроме того, проведены перемовы об поширенні сборочной вытворчасти в Гомельскіх зернеуборочных комбайнах на сумесным предприємстві у городі Кастанай. У Казахстані зараз працюють стрийдылірські центры предприємства. Так само обмярковались апытайні супраціонніства у будовністві жилля і дарох. Сізон сільськагосподарчих кермашоў выходного дня у Гомелі падожаны до конца листопада. Восінські кермашы організуюць по суботах і неделях на пяти пляцовках во всіх адміністраційных районах Гомеля. Самые масштабные кермашы разгорнуюцца на площі Паулстанні обласного центра, дзе гандр будзе житіуляцца адначасово більшчим у ста гандлёвых местцах. А кроме того, до конца листопада у Гомелі протягнуць работу 14 постоянно дзеючых пляцовак. Для зручності гараджан ян размещено ў спальніх районах Горада, для гандлёвых центраў ці районных рынкаў. Да інших тем. Рэчыцкі районны адзел слетчага комітэта узбудзіў крымінальныў справу па факці дарожно-транспортнага здарэннія, кое адбулося ўчора ў вечары. Прыкладну 17 гадзін 30 хвілін па час снегападу жыхар гарадського паселка Василевичы на аутамабілі Пэжо 206 рухаўся з боку Рэчыцы ў напрамку Светлагорска. На 98-м кілометре аутадарогі Актябрскі Парычы Рэчыца водіцель не улічыў дарожныў умовы і не справіўся з кірованнім. Ён вэхаў на апаласосу Срэчного руху і здейсніў сутыкнене з аутамабілі МАЗ, якім кіроваў жыхар Мінскай в області. Увыніку сутыкнене 24-гадовы водіцель легковога аутамабіля яко 19-гадовая пасажырка загинулі на місце Здарэння. Слэдшія звертаюцца да храмадзян, які стали відоводзццэмі ДТЗ, а такама датых, хтуваладэ записамі видая регістратора змесце Здарэння. С просьбай поведамець ў Рэчыцкі районна аетдел Слэдшсяга Камітэта Па телефонах 8-023-40-26-908-8-029-68-1-46- bat, Больше 500 джихаров Гомельщины за последние несколько годов были притягнуты до субсидиарной отказности. Такий термин знаемый далеко не всем, но терпят за властной финансовой неадукованности многие. Частей студенты, пенсионеры, маломаемосные граждане. Усе подробности в материале Марины Северьяновой. Лжепрадпрымальницкие структуры, тенявый бизнес, финансовое банкрутство, фиктивные фирмы, податковые санкции. Гэтый ланцужок можно протягивать без конца и оказаться его злочинным звяном можно до крыудного легка. Например, знакомый или совсем джужит человек, пропонуя сделку, стать засновальником или директором фирмы за доброе финансовое узнагородживание. Данное лицо оформляет на себя фирму. Далее ему только приносятся документы на подпись. Конечно же, он не участвует в хозяйственной деятельности данного предприятия, но под накладными, под договорами стоят его подписи. Когда приходит налоговая проверка, то, конечно же, насчитываются большие суммы налогов. Но будет виновата и привлечен к ответственности то лицо, которое фактически свою подпись ставило под документами. И ешь и один шлях до субсидиарной отказности. На приклад региструется невеликое товарыство. Засновальник ведет тенявый бизнес, наладживая контакты с лжеструктурами и гэтак долей. Литерально займается махлярством. И, як часто здарается, назапашивая податковые доуги и доводить фирму до банкрутства. Коли гэта высветляется, наступая субсидиарная отказность. Гэта значить, что доуги будут спаганяться не за организацией, а за особ, под керавницством яких яна банкрутилася. Гэта керавник, засновальники, галонный бухгалтер. Например, некоторые учредители при ведении деятельности организации не оформляют документами хозяйственной операции. Либо не рассчитываются с поставщиками за продукцию, не оплачивают заработную плату, не уплачивают налоги в бюджет. Либо они взаимодействуют со лжеструктурами, ведя свой теневой бизнес. В этом случае они будут привлечены к субсидиарной ответственности. Максимального по меру субсидиарной отказности не иснуе. Так недавно при разглядании подобного выпадку была наличена сумма, якая перевысила 250 тысяч динаминованных рублёв. Всяго за пять годов до такой формы отказности притягнули больше пау тысячи человек. Агульная сумма податков перевысила 100 миллионов динаминованных рублёв. Марина Северьянова, Яуген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». До закона послухмянного життя прас спорт. Подлеткам, яке потребует повышенной уваги, сегодня организовали насыщенную спортивную программу. Наведывание профильных установ, матча и знакомства с олимпийскими призёрами. Организаторам выступила комиссия по справах неполнолетних облывы Конкама. Больше подробно расскажет Ганна Ковалёва. Гостей познайомили со штудённым життём Гомельского училища Олимпийского резерва. Больше зато и пропоновали стать его выхованцами. День открытых дверей собрал тут коля сотни школьников, які стоять на розных видах улику. Им расповяли про особливости учебно-выховавчика и тренировочного процессу. Особистым опытом поделились призёры олимпийских ульням, які починали тут свой шлях до перамок. Мы даём шанс всем, потому что в училище созданы очень хорошие условия для развития именно спортивных навыков, для повышения спортивного мастерства. Поэтому надеемся, если кто-то желает быть олимпийским чемпионом, то в училище созданы все условия для того, чтобы им быть. Сюды приходится навучаться с восьмого класса, у некоторых видах спорта починают свой шлях только с шастнадцати годов. Тому для подлетка у дверы училища открыты не только в гэтый день, а заусюды. А кроме знаёмства за установой, им пропоновали наведать хоккейный матч. Дарыча, такая форма супрацовництва комиссии по справах неполнолетних и в училище Олимпийского резерва относно неодавнее. Перший день открытых зверей прошёл летость. Тогда и запросили дятей только из Гомеля. На этот же раз так само приехали с Бодокашалевского, Ветковского, Добрыжского и Гомельского районов. И уже сегодня важно, что подобные мероприемства приносят свой плён. Если говорить о итоге девяти, то можно говорить уже и десяти месяцев. Что касается преступности Гомельской области, у нас наметилась тенденция снижения. Я думаю, что те усилия, которые предпринимались и будут предприняты, позволяют нам по концу года тоже выйти на тот показатель, который был и в прошлом году. Ганна Ковалёва, Валерий Гопанько, телерадио «Кампания Гомель». У Гомели за Кубок Дружбы позмагаются хоккейные юниорские сборные Беларуси, Германии, Дании и Словакии. Международный турнир открытся сёння. У этой хвилин распочинается сустреча помеж командами Словакии и Германии. У 19.01 стартует матч помеж беларусами и датчанами. До лядовых арен, на яких проходят международные споборнества, предъявляют высокие потребования. Комфортно повинно быть спортсменам, глядачам и журналистам. У Гомеля створили усе необходные умовы, как Кубок Дружбы прошёл на самом высоком узроуне. Для Гомеля, для Гомельской области очень достойно и очень, скажем так, престижно, что Федерация выбрала именно наш регион для проведения этого мероприятия. Мы провели большую работу по требованиям и по регламенту, по раздевалкам, по пресс-центру. Я вам хочу сказать, что на самом деле любое международное мероприятие – это определённый, скажем так, объём работ по подготовке, выполнение тех требований, которые сегодня любым регламентом обязывают принимающую страну. Поэтому и журналисты, и болельщики, и самое главное – спортсмены будут себя чувствовать комфортно и уютно. Высокую затекавленность проявляют жихары города. Билеты с Каслядового раскупаются. До того ж, с поборниц высыпали со школьными каникулами, так что трибуны пустовать не будут. Сачыть за баталиями Кубка Дружбы можно будет и по телевизору. Матч с уделом нашей сборной будет транслировать с телеканал «Беларусь-5». Так само за падением на этом международном старте будут сачыть наши журналисты. Подробязанностью в выпусках новинов на телеканале «Беларусь-4» и в программе «Старты и финиши» на «Беларусь-3». Переможцы турниру Кубок Дружбы вызначатся 5-го листопада. Гэты, а так само іншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.civerahomil.byway. На этом выпуск завершен и у студии працывала Наталья Игнатенко. Усягу вам самого доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова